Я вам должен сказать совершенно, как бы сказать, нестандартные, специфические способы думать. И, ну, я как психиатр думал, ну, есть разные типы, у них есть разные склонности, разные специфики реагирования и так далее. Но когда мы начали изучать мышление, когда мы начали проводить все наши эти исследования, то выяснилось, что эти три разных типа вообще по-разному воспринимают окружающую ленис. Вот просто, посмотрите, ходят среди нас люди, которые все вроде бы как мы, руки и ноги есть, говорят на языке на нашем, а видят мир по-разному. И мы не понимаем, потому что мы используемся одним языком, друг с другом с вами разговариваем, только почему-то вот вроде бы сели поговорить, а в результате хотели поубивать, да, вот. Что же случилось? Потому что действительно само восприятие мира разное, как будто бы мы три разных вида каких-то. И вот этот вот инструмент сборки, то, что весь мир, с которым мы имеем дело, он же нереальный. Внимательно смотрю на своего собеседника. Нереальный мир. Или вы думаете, что реальный? Как вы думаете? Просто я открою маленький секрет. В прошлый раз, когда была с вами встреча, мы немножечко об этом тоже поговорили, но это я понимаю, что мы не понимаем. Нереальный мир. Мы все его абсолютно моделируем. Наш мозг – это такой, это полтора килограмма нервных клеток, которые спрятаны внутри нашей черепной коробки, которые не видят, не слышат, не ощущают. Там вообще нет никакого контакта с миром. Понимаете? Там темно, я пишу, там темно, сыро и тихо. Он никакого контакта с внешним миром не имеет. Он получает цифровой сигнал. Потому что от наших рецепторов приходит к нему просто точка-тире, точка-тире, точка-тире. И он из этих точка-тире строит вообще вот это все. Дом Зингера, понимаете? Вас всех здесь. И то, что вы меня понимаете, и то, что вы думаете в тот момент, когда я вам говорю. Все это создается внутри вашего мозга. И оказывается, что есть три разные способы конфигурации вот этих точек-тире. Значит, и в троице я их называю конструкторы, центристы и рефлекторы. Вот, да. И вот если, как бы сказать, так осознать эту драматическую историю, то с одной стороны совсем по-другому начинаете строить отношения с другими людьми. Это важно. Потому что, в конце концов, от отношений с другими людьми зависит жизнь наша. Но есть и секретный ингредиент. Зная, как другие люди собирают окружающий мир, вы можете использовать их стратегии. Потому что, во-первых, все эти радикалы в том или ином виде в нас есть. Потому что мы биологические существа, и имеем все эти инстинкты, все эти филиологии и так далее. Просто у кого-то что-то оказывается ведущим. И если вы используете разные стратегии, то вот ту модель мира, которую вы создаете, интеллектуальные стратегии, она становится максимально сложной, максимально подробной, максимально точной. Потому что, если вы в одной только какой-то стратегии собираете, вы целую часть мира не видите, но которую видят другие люди. Вы как ущербные. У вас как инвалидные, интеллектуальные. И много таких. Возьмите какого-нибудь там. Вот Перельман, великий ученый, да? Великий ум. Но он как инвалид, да? Как будто и не видит целого мира, какую-то часть, да? Видит весь свой гениальный математический мир сверхсложный, а что-то как будто выпало. Да? Но у него это такое мощное, так что он всех закрылся, говорит, уходите от меня, не хочу вас видеть. Что мы... Непонятно. Вот. Но он просто, ему это неинтересно. Этой части нету в его действительности. И вот так каждый из нас чуть-чуть инвалид. И идея троицы состоит в том, чтобы показать, какие есть способы улучшить эту нашу интеллектуальную функцию. И вот, когда эти все три книги собираются, как я вам сказал, у них есть их собственный смысл. Понять, как устроена жизнь, понять, как устроен мозг, понять, какие есть типы людей. А если вот все три посмотреть, то вы увидите, что такое вообще мыслить. Потому что, когда вы берете красную таблетку, вы видите, что вы не можете думать сознательно. И на самом деле мышление, которое в вас происходит, происходит помимо вас. В чертогах вы узнаете, как это делается. А в троице вы увидите все три способа сборки интеллектуальных объектов, которые позволяют это все превратить в инструмент. Ну, это, как бы сказать, я... Кулик хвалит свое болото. Вот. Значит, ну, я должен сказать, что я думаю, что книжки немножко сложноватые. Вот. Я старался, как мог, писать их попроще. Вот. Вы знаете, я специалист. Все делать проще. Но даже мне было крайне сложно, потому что значительная часть вещей, про которые я пишу, контринтуитивные. Я все время говорю, что такое контринтуитивные. Я говорю, что мы не можем представить, что это так. Мы не можем представить, что у нас нету, например, свободы воли. Мы не можем представить, что решения, которые нам кажется, мы принимаем, на самом деле были приняты нашим мозгом до того, как мы осознали наличие у нас соответствующих идей и решений. Это контринтуитивные штуки. Мышление в основе своей это сборка племени. Вы можете себе представить? Потому что в нашем мозгу не было никакой другой зоны, где бы могло расположиться мышление. Язык возник не так давно. Ну, там, сто тысяч лет назад. И, ну, вообще, может, даже меньше. Пятьдесят. И вот за это время, понимаете, никакой эволюционный должен был отрасти часть в мозге, правильно, для того, чтобы туда поместить язык, понятие, вот это умение строить интеллектуальные все общаться и так далее. Конечно, эволюционно такой опции не было. И язык воспользовался существующим в мозге аппаратом. А аппарат этот был создан для того, чтобы мы создавали образы других людей. Чтобы мы создавали... Мы же, как живем, даже если у нас нет языка. Если мы просто приматы безязычные, мы все равно живем в сложной социальной структуре. Мы должны понимать, кто с кем, как относятся и взаимодействуют. Мы должны понимать, что нам от кого ждать. Мы должны создавать внутри головы свои невидимые объекты. Представление о других обезьянах, в которых мы живем. Представление о других примитивных, как бы сказать, наших соплеменниках, если мы говорим про какие-то еще доисторические времена. И вот умение создавать эти такие объекты потом превратилось в наше умение создавать научные теории, представление о той деятельности, которой вы занимаетесь. Ну, профессионально. Значит, понимание того, что вот там из книжки можно же тоже нажиться, его создать. И мы используем... Вы только представьте себе, вот тот же самый интеллектуальный аппарат, который все время использовался для того, чтобы думать про соплеменников, про то, чтобы думать вообще про хоть квантовую механику, хоть, понимаете, теорию эволюции, хоть, понимаете, психологию, хоть футбол вот этот. Я вообще в ужасе. Ну ладно. Да. Ну вот, короче говоря, ну там хоть повстая такая, они и кричат так тоже. Эти исследователи говорят, есть такие исследования, они говорят, говорят, вот что-то, чем человек отличается от обезьяны. Это серьезные ученые говорят. Они говорят, когда вы посадите 20 тысяч человек на стадионе, они могут качать одновременно, а вот заставить 20 тысяч обезьян качать одновременно у вас не получится. Вот. Юмор такой. Короче говоря, много вещей, о которых я рассказываю в книге, контур-интуитивны. То есть вы можете их как бы прочитать и подумать, интересно, ну неожиданно, ну может быть так и есть, хотя странно. Но это еще не станет вашей частью. Для того, чтобы это стало вашей частью, вы должны пережить соответствующие опыты. Поэтому на самом деле, вот, как хорошо читать эти книги, это Академия смысла, которая у меня работает в интеллектуальном кролостере на улице Достоевского, где я что делаю? Я каждой книге создаю набор упражнений по 16 занятий, по 4 часа они занимаются, долго, выполняют упражнения и то, что кажется контринтуитивным, становится собственным знанием, которое можно применить. А знания, которые вы не можете применить, хорошо, но не очень полезно. Вот, поэтому, соответственно, три вещи. Первое, каждый из этих книжек имеет свою самостоятельность. Второе, все эти книжки последовательно рассказывают о том, как работает наше мышление и как мы конструируем реальность, в которой мы живем. И третье, эти книжки могут использоваться как инструмент для того, чтобы, применяя какую-то практику, действительно менять собственную жизнь. Я в свое время все болезни менял, лечил всякую веки сосудистую дистонию, страхи, депрессии и так далее. Сейчас, мне кажется, можно как-то системнее подойти, потому что, на счастье, мы получили невероятную сейчас объем данных современной нейрофизиологии. Ну, мало про это сейчас рассказывают. Я заполняю эту нишу. Все, значит, я теперь должен заканчивать, но отвечаю на вопросы. Да, естественно. На самом деле, я хотел, знаете, обратиться ко всем кто-то пишет. Скажите, пожалуйста, кто из вас читал книги, которые сегодня где-то в ночь? Ого! Вопрос. Сложно воспринимать то, что написано? Спасибо. Это я к вашему тезису о том, что ваши книги достаточно сложные. Вот смотрите, какое количество людей, сколько прошло и сколько поняли, о чем идет речь. Если вы знали, как я ругаюсь, когда я пишу их. Сейчас вышла книга, она называется «Мышление и системные исследования». Ну, на самом деле, это четыре монографии, которые предваряли мою работу над этой серией. Потому что я обычно как делаю, так и с психотерапией было. Я сначала пишу монографию, у меня такая есть, руководство по системной поведенческой психотерапии, философии, психологии, развития личности, как его психосоматика и так далее. Я пишу сначала монографию, а после этого уже как бы простым языком могу рассказать. Потому что пока не концептуализирована, пока не создана такая матрица, рассказывать частные вещи невозможно. Вот, поэтому, да, и сейчас вот выпустили одной книжкой такой толстенной. Значит, там четыре книги. Что такое методология мышления, что такое мышление, пространство мышления и что такое реальность. Четыре отдельные работы, вот, которые я писал с удовольствием. Ну, в ужасе. Когда пишешь сложную штуку, испытываешь ужас. Потому что кажется, что сейчас чуть-чуть, и оно ускочит от тебя. И ты должен его держать. Мысль. Вот. Но с удовольствием. А когда идти, пишешь, прямо хочется ругаться. Я человек военный, все слова знаю. Так хочется выйти в неюзовете. Вот. И представьте, меня заставили сейчас четвертую писать. но там повеселее будет. Напишу про четвертую мировую войну. Да. Про все искусственные интеллекты, как мы все затупим, окажемся в капсуле. Да. Третий идет сейчас. Сейчас идет. Война с террором. Может, плохо все кончится. Везде ворота поставят, всех закроют, отключат, скажут, террористы. А тут тихо подползает искусственный интеллект. И вот это будет сюрприз. Хорошо. Это предваряем вопрос о планах на будущее творчестве. Вы уже, собственно, не удали ответ. Дорогие гости, мы переходим к вопросам от вас. Пожалуйста, значит, смотрите, поскольку времени у нас не очень много, а у вас сегодня какое-то колоссальное количество. На стадионе сегодня меньше народу, наверное, будет. Поэтому мы будем поднимать руку, я обращаюсь к вам. Соответственно, вы задаете вопрос. Я надеюсь, что микрофончик нам дадут. Прошу. Добрый вечер. Пожалуйста, вашу мегаловию написания книги, сколько времени и поле. И как вы организуете свой день, когда пишете? Ну, значит, во-первых, мы должны понимать, что мы находимся во времени, когда создавать большие интеллектуальные объекты стало практически невозможно. Потому что мы находимся в состоянии постоянной подключенности, ну, я в чертогах про это рассказываю, мы постоянно на связи, у нас постоянно куча всяких разных сообщений, уведомлений и так далее. И сконцентрироваться для того, чтобы создать что-то осмысленное в этой ситуации реально невозможно. мы тупеем не потому, что мы тупеем, а потому, что у нас нету времени подумать, потому что так устроена современная жизнь. Поэтому я пишу книжки не в Петербурге. Я уезжаю, закрываюсь, никого нету там, кроме собак моих, вот, и я там пишу сутки, непонятно, как сказать. На самом деле есть вот эта идея про жаворонок и прочее. Под этим есть определенные основания, связанные с серотониновой теорией, потому что у людей, склонных к депрессии, у них что получается? У нас у всех в течение дня количество серотонина накапливается, и когда он достигает максимума, мы засыпаем. Во время сна серотонин расщепляется. И после того, как он расщепляется, у вас вы просыпаетесь. Мы же механические аппараты, там просто есть свои собственные часы, которые вы думаете, это вы проснулись, да? Восстеротонин кончился. И значит, соответственно, есть под этим вот такое нейробиологическое основание, но я все-таки считаю, что, несмотря на это, у кого-то действительно утро тяжелее, а вечер веселее, это не значит, что вы не можете утром быть эффективными, если вы думаете, что вы совы. Ну вот, потому что вы все равно пробуждаетесь в любом случае из-за недостатка серотонина. Серотонин у вас называет тревогу, и если вы эту тревогу способны, отсутствие серотонина вызывает тревогу, и если у вас эта тревога есть, вы ее можете колотеризировать, направить, да, и на созидательную деятельность, в том числе на писание, вот, потому что вечером у вас вроде меньше тревоги, но сейчас еще, знаете, почему ночью хорошо писать? Меньше звонят. А я серьезно, да, поэтому если что-то, то вот, почему ночь, но можно и в 4 утра встать, и как вариант тоже работает. Я думал, вы скажете белые ночи и проще писать. Белые ночи и петербург здесь оживили. Да. У нас вот молодой человек уже очень давно тянет руку, давайте мы дадим возможность ему задать вопрос, если несложно передать, микрофончик туда. День добрый. Вы как-то интервью говорили, что на ради что вы сэкс любите. Конечно. Так. Деклата, расскажите ваши стратегии соблазнения девушек и как может помочь там кроется и все. Я оптистировал эти какие-то обнаружил, а вот кстати, другим как хромают и это полезно. Ну, я вам расскажу так. Ученые все разбирались с этим вопросом. Что же там нас привлекает друг други? Изучали долго. Есть куча всяких разных конструкций. Ну, там говорят, к чувству юма, там еще всяк муть. Но если нас взять как физически, вот как вид и исследовались представители самых разных культур, вот самых разных, афганские, понимаете, маджахеды, в Африке, в Полинезии, во всех местах, в Австралии, в Европе, выяснили, что есть две универсальные вещи, действующие безотказно. Только две. Причем актуально как для мальчиков, так и для девочек. тишина сейчас удивлю вас. Это ум и доброта. Это не мне, это вы сильно хлопаете. Поэтому если изучать мышление, я считаю, то можно стать достаточно соблазнительным. что-то как-то тихо реакция. Да, пошел. Садись, пожалуйста, как упасть в скором на курс красный таблет, какая-то очень сложная процедура. Процедура, я, честно говоря, сам в процессе не участвую. Это уже там они сами все организуются. Все, кто учится, все, кто прошли. И сделано все таким образом, чтобы это было максимально мы же все-таки такое сообщество людей, мы должны так взаимодействовать, чтобы не было никакой диктатуры, чтобы все были комфортны, чтобы все друг другу помогали, чтобы все друг другу поддерживали. Только так продуктивно можно функционировать. Невозможно мышление осваивать, если вы возьмете дубину. У меня она есть всегда, поэтому я напрямую не участвую. Поэтому что те, кто прошли там всего три ступени, как я уже сказал, те, кто прошли первую или вторую ступень, они устраивают встречи с абитуриентами, так назовем, с теми, кто хочет записаться на курс. И они рассказывают сами, что будет происходить, и спрашивают тоже, чтобы понять, что человеку действительно нужно то, что мы изучаем. То, что иногда человек думает, что ему нужно, а ему например, нужно сильно выступить и всем изобразить какой он героический. И тогда это не нужно, потому что работа идет в малых группах, по семь человек, и важно, чтобы там было правильное, чтобы все были настроены на работу и делали это осмысленным и сознательным. Значит, наборы происходят каждый месяц, может быть, наверное, каждый месяц. каждый месяц проходят наборы, пишите заявку, не знаю куда, но я думаю, можно сообразить там как-то, да, на сайте, прямо академии, на сайте, пишите заявку, потом вас приглашают на эту встречу, там вы все обеседуете, потом дают таймслоты, вы записываетесь, когда вам удобно, и начинаете заниматься. Спасибо. Так, давайте будем стороны к стороне молодому человеку передать пожалуйста микрофончик. Андрей Владимирович, здравствуйте, я огромный ваш фанат, в ваших уведениях. Я хотел задать вам один вопрос. Я работаю в серепрограммировании, и у меня, как человек, которому надо постоянно добавлять запас знаний, интересный вопрос относительно на трудных препаратах. То есть, полезные они все-таки, или приносят ли они больше взред, ухудшают ли они потом память? Спасибо. Ну, если говорить про классические ноотропы, вот, то вреда у них не замечены. Вот, если говорить про эффективность, то, ну, мы очевидно видим эффективность, когда это в больших дозах применяется при, в очень ранних периодах, при различных неврологической патологии. Вот, ну, то есть, они действительно немножко улучшают обмен, там, то, все, пятое-десятое. Вот, сказать, что это панацея для здорового мозга нельзя. Вот, ну, то есть, если у вас произошла сосудистая катастрофа, понимаете, там, ну, инсульты, пострадали клетки, пострадали ткани, там, и так далее, то понятно, что любая терапия, которая улучшит обменные процессы, будет хороша. Вот, но наш мозг сам по себе нормальный. Вот, он, если его, самое главное, это психопрофилактика, такая, да, это ограничение информационного потребления. Реально мы много живем информации, у нас информационное ожирение, да, вот, последние данные за 15-й год, взрослый человек в Великобритании, у нас ничего не поймешь, ну, вот, но в Великобритании, значит, он 8 часов 30 минут потребляет информацию, вот, спит он 8 часов 15 минут, уже мы больше времени потребляем информацию с экрана, вот, нежели мы даже спим. Вот, подростки употребляют еще больше британские, 9,5, часов, вот, значит, и это интоксикация информационная, у мозга нет времени, чтобы думать, вот, он от этого просто утупеет, потому что это как сериал, знаете, который вы смотрите, включили, 12 серий посмотрели, встали, на следующий день вас спрашивают, что вот вчера было, и вы не помните, про что шла речь, вот, почему, потому что он просто прошел насквозь, ваш мозг что делал, это же хитрость, масс-медиа, хитрость какая, она вам загадывает загадку вашему мозгу, кидает там, кого убили, труп, вы загадались, дальше вам ее разгадывают, за вас, но все происходит как бы у вас в голове, и вы такие умные, вы все разгадали, довольные сидите, потом снова следующий труп, вы опять, потом за вас все разгадали, вы сидите такие умные, все Эркюль Поворот, понимаете, ни дать, ни взять, вот, и так все работает, вот, и мы сидим такие довольные, нам-то кажется, что мы умные, а умные-то не мы, умные-то кто нас дурачит, вот они умные, вот, но там тоже все плохо уже, я к ним ездил, вот, я про что рассказываю, да, психогигиена, ограничение потребления информации, значит, если у вас нету начальника, который может позвонить вам в любое время, я много жил в таком периоде, но вот сейчас могу не жить, у меня нету звука на телефоне, нету, у меня будет возможность, я посмотрю, нет, никто не умрет, вот правда, ну, а чего с ним случится, что они дозвонились и умерли, такого не бывало, я же не скорая помощь, правда, все, и пусть в МЧС звонят, если что, вот, значит, соответственно, там тоже звука очень часто нет, но это уже не ко мне вопрос, не по окладу, вот, да, да, ограничение потребления информации, выход со связи, иметь время, когда вам никто не звонит, и вы никому не звоните, ничего не смотрите, не проверяете, значит, третье, это, значит, ну, какая-то активная физическая деятельность, потому что мы сейчас с вами превращаемся просто в людей, которые, вот, еще чуть-чуть, мы, нас просто надо будет, как бы сказать, куда-то, потому что все, уже больше ничего не надо, уже все, уже, все, заходите в магазин, раньше в магазин заходишь, взял сетку, и в очереди стоишь три часа с ней, нагрузил там, стоишь, тренировка, отчасти каталку подкатили, очереди нет, где вообще все это, спорт-то нормальный, вот, маршрутки подходят к дому, раньше-то сел на автобус, доехал, и потом, там еще, еще дойти до автобуса надо, и доедешь, и выйдешь, все, и как следует, вот, поэтому мы забаловались, вот, а это очень важно, это очень важно просто для, для мозга, потому что если мы эту физическую нагрузку не гоняем, то он будет гонять муть внутри головы, спасибо, Тип мышления, насколько он зависит от наследственности, или же можно с помощью личного курса менять его как-то, или формировать его? Ну, значит, что я скажу так, во-первых, наследственность с наследственностью, ну вот, просто это не значит, что это от ваших родителей, это может от ваших бабок, дедушек, и так далее, потому что, ну, гены такая вещь, да, вот, там, аутизм, если взять, например, да, то у среднестатистического пациента, страдающего аутизмом, у него в роду значительно больше инженеров, чем у любого другого человека, вот, почему, потому что люди склонны вот к такому способу сборки, идут больше в точной науке, физику, инженерию, математику, там, и так далее, вот, поэтому, конечно, это генетически детерминированные вещи, и речь идет о фундаментальных вещах, потому что это, по сути дела, речь идет о примате подкорковых структур, первой сигнальной системы по Павлову, или корковых структур второй сигнальной системы, сигналы сигналов по Павлову, вот, я не думаю, что такие вещи можно перестраивать, вот, то есть, мы обречены быть теми, кем мы рождены, но я считаю, что мы можем дополнять стратегии свои собственные, и вот на третьей ступени в Академии смысла, там, собственно, задача состоит в том, что мы сначала позорим свой собственный способ сборки, потому что мы увидим слабые пятны, слабые места, мы-то думаем, что мы все прекрасно думаем, потому что у нас такой прекрасный способ сборки, а они все дефектные, и поэтому тот, который у нас, тоже дефектный, потому что вы не видите, если он у вас сильно выражен, два, как это, две трети, вот, сначала мы видим дефекты, потом мы видим, какие есть плюсы у других способов, и потом мы уже пересобираем это в такую, как бы сказать, уже комплексную, но это не то, что вы становитесь другим по типу, это говорит о том, что у вас арсенал больше, арсенал интеллектуальных, шагов, да, ну вот, ну, кем родились, тем быть. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы, да, вот, это же должно быть, это же должно быть, это же должно быть. А попробуйте сказать что-то. Скажите, айо. Я в курсе, а мы не замуж с семьи. Здравствуйте. Присните. Ага. Я много вспоминала группу своих людей, которые живут в нем, и люди, и проводят их на интернете, и вот эти ресурсы собирают, и они точно нашли от того, но я сожалела, что они играют, что они играют, играют и немедленно в потоке. Простите, по-разному, можно все-таки позитие микрофончик, ничего практически не слышу, что с тем, только встал. Собственно, как можно заставить людей, которые, по-разному информации о людях, прочитать, на что-то нет. Ну, мне, как автору, надо так, самому про это думать, да, вот, но я так не думаю. Вот, я думаю, что у человека должна быть потребность что-то в жизни менять, и тогда эта вода будет точить этот камень. если у него ему все хорошо, если его все устраивает, и даже пусть он страдает, при этом, говорит, все плохо вообще, где, почему я лежу на диване, нету миллиона до сих пор у меня, ну, вот, он может страдать сколько угодно, но на самом деле, как Бальзак говорил, ничто так не пьянит, как вино страдания. Многие просто в этом своем страдании, это для них прекрасная форма существования, и меняться они не хотят ни при каких обстоятельствах. Вот, и они на самом деле просто адаптировались к такой жизни, и вот думать, что вы можете кого-то выбить из адаптации, из вот этого состояния, и потом, значит, их торжественно спасти каким-то знанием, это с нашей стороны было бы бесчеловечно. Но они уже нашли комфортное надевание, комфортное сострадание. Что мы полезем? Родные страдания. Ну, родные сложно. Ну, понимаете, мы же все-таки в мире-то живем как он. Вот раньше, раньше мы, когда мы жили, еще совсем недавно, мы же жили вот внутри семейных ячеек, очень структурированных. У нас были бабушки, прабабушки, дедушки, тети, тети, и так далее, и так далее. Сейчас мы приходим в другой мир, и он больше никогда не будет вот этим таким структурированным. Люди больше никогда не будут жить в таких вертикальных сообществах семейных. Ну вот, мы теперь сообщества будем создавать сами в окружающей действительности не с родственниками. Мы будем создавать сообщества с людьми, у которых нас есть, нас что-то объединяет. Проблемы даже, понимаете, родственники. Раньше родственники смотрели одно кино. Ну, потому что вся страна смотрела одно кино. А сейчас одни родственники смотрят то, другие смотрят это, пятые смотрят это, и что? А можно смотреть-то без перерыва? И там интереснее, чем родственник. Что, его не видели вы, что ли, давно? Ну вот. А если что-то обсудить, то хочется обсудить ту информацию, которая вам в голову попала. Сейчас, вот, в гиперинформационной среде будет изменяться структура общества. Люди будут родственники, вот, вот уже, ну, уже не будет просто такой структуры. Сейчас подросток 14 лет, что он говорит? Спасибо всем, спасибо за день, спасибо за ночь, и всех видел в гробу в белых тапках, понимаете? Все, 14 уже, понимаете? Раньше в 16 так делали. сначала 18, потом 16, а сейчас 14. Все, до свидания, отправляйтесь. Паспорт дает же в 14. Меняется структура, ну вот, и вы не заставите тех, кто, кто не испытывает потребности, вот, ищите тех, кому это тоже интересно. Это уход, вот, а кого-то заставить, это как меня сейчас, покупайте футбол смотреть. Это можно снарваться. Он чувствует футбол вас зацепил в активном плане, Сейчас, так, где-то минуты, а вот давайте мы, девушки, дадим еще микрофончик, пожалуйста, поднимите, по-русски, очень вопросы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Просто меня, да? Да, да, слышно. Дэй Вадимович, а не могли бы, ну, три совета, как ребенка, отдадить от, какого, огромного информационного поля, в котором дети сейчас находятся, и стоит ли заставлять их последовательные, например, сейчас дети, ну, быстро устают, ну, увлекался, пытался, бросил, увлекался, бросил, ну, как есть? Ну, это два разных вопроса, вот, один связанный с, как бы сказать, с ограничением информационного потребления, значит, ну, советы будут очень, как бы, простые, но неприятные, да, ну, во-первых, Всемирная организация здравоохранения определила время, которое ребенок может безопасно для своего здоровья проводить у экрана, любого, телевизионного, айпада, телефона и так далее, значит, в возрасте, например, 6-8 лет, это порядка 15 минут в день, значит, если ребенку к 14 лет, я сейчас боюсь напутать, в общем, оно доходит до полутора часов, можно в день, значит, этим заниматься, вот, сейчас, конечно, никто этим стандартам не следует, поэтому первое, это ограничение просто гаджетов, значит, вы сами не должны пользоваться телефонами и переносными всякими этими гаджетами в присутствии детей, потому что они воспринимают это как игрушку, и если они видят, что вы играете в игрушки, они будут ревновать и требовать, вот, поэтому, если вам нужно что-то, переписывайтесь на компьютере, за рабочим столом, объясняя, что вы на работе, понимаете, да вот, нельзя таскать телефон с собой, бесконечно по квартире из комнаты в комнату, вот, значит, ищите школы и, будучи родителями, собирайте просто родительские комитеты и требуйте, чтобы, да, хотя бы в младшей школе не разрешали в школу приносить телефоны, на которых можно играть, значит, дальше, чтение, это самая ключевая вещь, которая есть, да, вот, чтение физических книжек, не, не этих киндолов и прочего всего, вот, и еще один совет, график, значит, если ваш ребенок живет в строгом графике, вот, то есть время, когда, например, он может смотреть телевизор, условно говоря, с 8 до 8-15, я напомню старшему поколению, что это был наш график просмотра телевизоров, потому что с 8 до 8-15 показывали спокойной ночи малыши, единственную программу, которая была, вот, на детскую, вот, но еще была АБВГД, это в субботу, надо было рано встать, и была сказка за сказкой по пятницам, вот, но на нее не успевали тоже из-за всяких разных кружков и прочего, в общем, жизнь была хорошая, без гаджетов, без развлечений, вот, поэтому график, если есть время, в которое вы можете смотреть телевизор, то для ребенка понятно, есть там, когда вы можете смотреть, и дальше, когда нельзя, когда в это время мы моемся, делаем домашние задания, читаем книги, собираем конструктор, выполняем там какие-нибудь еще действия и так далее, и так далее, ну вот, дети очень хорошо реагируют на график, и в пыл какой-то второй вопрос? А, ну, ладно. А, значит, это огромная проблема, потому что у нас сейчас все дети вот переживают этот, по сути дела, вот, разновидности с ДВГ, значит, потому что мозг сразу формируется в цифровой следе, и из-за того, что уменьшается количество контакта с физическим миром и другими людьми, значит, не формируются те системы, мозга, которые позволяют ему долго удерживаться на какой-то деятельности, и всегда вот есть этот рефлекс переключения, ну вот, поэтому здесь задача какую-то вещь делать, фундаментальный функциональ, чем вы с ним занимаетесь, ну вот, вы реально с ребенком занимаетесь вот этим, ну, то есть, там, придумываете для себя какое-то дело, и нету альтернативы, вот, вы приходите и в это время с ребенком занимаетесь вот этим, и у него, по крайней мере, благодаря вот такому, такому якорю формируется хоть какую-то деятельность, которую он может вести целенаправленно, тогда во взрослом возрасте, когда он уже вырастет, он будет способен к тому, чтобы так и делать. А вот при этом не станет бессмольным человеком, которому он будет у вас на работе говорить, это делают восемь часов, не так, человек делает восемь часов, после их лавни, своих там трех месяцев, если вы так жестко ребенку направлять, то он может... направлять, если вы час с ним будете вместе заниматься какой-то совместной деятельностью, лепить, вышивать крестиком, и он... Так я вам говорю, они не способны. Вы поймите, они уже инвалидизированы, они уже находятся в состоянии болезни. Если вы хотите лечить это дело, то вы должны хоть какую-то деятельность сделать системной, последовательной и постоянной. Вы тот человек, родитель, который может с ребенком делать все, что ему вздумается, и вы можете заставить ребенка какую-то деятельность в течение длительного времени, по часу в день производить. От этого он вам не только что не станет тупым на работе, понимаете, он может хоть что-то сделает на ней когда-нибудь. Тоже плюс будет. Спасибо. У нас, к сожалению, остается очень немного времени, потому что я вижу, что еще огромное количество людей пришли сюда для того, чтобы получить ваш автограф. Можно вас попросить вот сейчас одного человека, кто поднимет руку, задать вопрос вам. Еще один из трансляций. Еще один из трансляций. Вы выбирайте, я не имею в виду. Вы сейчас очень серьезную ответственность на меня прикладываете. Давайте дадим возможность молодой человеку. Вы хотели спросить, тоже так аккуратнее потянули руку. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Вы сегодня сказали такой тезис, что мозг принимает решение еще до того, как мы об этом узнаем. Этот тезис до этого я услышал известного нейропезиолога Татьяна Владимировна Черниговской. И она сказала, что это вызов цивилизации, можно сказать, так как нет свободы воли. Вы сказали мир иллюзий. Как Вы считаете, это вызов нашей цивилизации? И второй вопрос. Вы сказали, что два типа психологических еще Иван Троич Павлов назвал, а Лоренц Вы сказали, что он просто на людей перевел, да? Нет, он просто занимался социальным поведением. Просто Павлов занимался только отдельно психикой, ну не психикой, высшей нервной деятельностью соответственно животных, вот, и он не исследовал групповое поведение, групповое поведение просто отражает очень важную часть нашей деятельности и целый отдел мозга, ну не отдел, а режим работы, так называемая дефолт-система мозга, обслуживает наши социальные взаимодействия. Ну вот, и да, и поэтому Павлов просто этим и занимался. Значит, то, что касается вашего первого вопроса относительно в какой, значит, во-первых, новостей исследовав в этом факте, что мозг принимает решение раньше нас, вообще никаких нету, вот, если вы почитаете Алексея Алексеевича Ухтамского, который в двадцатых годах еще четко и подробно объяснял, как у нас с вами в голове идет конкуренция доминанта одна за другой, и как это доминанта побеждает, и это происходит без вашего сознательного участия, и мы его в том числе. Ну вот, Либетт в свое время просто сделал красивый эксперимент, который это доказал, Бенджамин Либетт, сейчас в современных вот последних исследованиях Института Макса Планка в Лейпциге показано, что ученые, глядя на то, как ваш мозг работает в аппарате функционально-магнитно-резонансной томографии, способны за 8-10 секунд предсказать, что вы решите. Никакой катастрофы в этом не... Это было всегда так. Если у кого-то вдруг пропала воля, меня интересно, где она у него была. Значит, никого не было. Мы с вами стайные животные, мы с вами живем в едином информационном пространстве. Если вы думаете, что мы какие-то... Мы муравьи, запрограммированные, мы все думаем, нам все долго объясняют, что мы там личность и прочее, прочее, прочее. Мы воспитались в той культурной среде, в которой воспитались. Мы находимся под постоянным социальным давлением. Понимаете? Ну вот. Я все время объясняю. Я люблю ходить в халате. Макроу так оденешь, комфортно. надо же снимать его все время и одевать в приличную одежду. Это почему я делаю? Личность у меня такая. Социальное давление. Выйду в халате, будут смотреть косо. Понимаете? все время. Поэтому мы живем с вами, мы просто не понимаем насколько наше поведение, наше мышление, все, что мы думаем, является по сути дела просто вот результатом нашего программирования, культуры, другими людьми, социальным давлением, страхами нашими и так далее. Девушки, вот макияж наводят по утру. Девушки так на меня испуганно посмотрели. и могут много времени на это тратить. Понимаете? Они это зачем делают? Потому что находятся под социальным давлением. Потому что они выйдут, им хочется, чтобы молодые люди на них реагировали, а молодые люди реагируют уже на те стандарты красоты, которые сформированы сейчас и интегрированы им в голову. Потому что, как вы понимаете, женщины хотели всю историю, как бы, иначе бы ее бы не было бы, да? Ну вот. Но тушь не так давно появилась. Понимаете? Но сейчас, если вы без туши, все, вы уже не женщина, а так. Да? Что это стрянулось? Это вот мы так индуцированы. Просто мы должны понять, насколько нас эта культура просто прошивает. И мы, нам-то кажется, что мы какой-то индивидуальность. Вы думаете, хоть одна ваша, у вас есть мысль оригинальная? Нет! Да и уныл зал. Но у меня тоже. Поэтому. Спасибо большое. Я-то понимаю, один вопрос есть. Андрей Владимирович, вот здесь человек, наверное, 250, и примерно столько же нас смотрят в стакане. Передайте, пожалуйста, привет. Всем привет. Нас 500. Да. Будьте комментировать критику в адрес Стэнсфордского эксперимента. Стэнсфордского, это Зимбардо? Зимбардо. Послушайте, ну вот я уже всего этого начинаю бояться. Знаете, вот я начинаю бояться вообще просто за науку. Знаете, вот наука это не отдельный эксперимент. наука это не количество процентов, которые там где-то определили 62, 63 или там 59, да? Значит, наука это понимание того, как работает реальность, чтобы вы могли с этой реальностью что-то делать. Если вы способны эту реальность менять и имеете знания, которые у вас есть, вы ученый, а если вы ходите и понимаете, там что-то занимаетесь опровержением одного эксперимента из десятков тысяч экспериментов, которые были проведены аналогичных, затрагивающих именно этот феномен в социальной психологии, ну вот, это просто говорит о вашей инфантильности. И таких, к сожалению, псевдоученых огромное количество. Ученый это тот, кто имея знания может воздействовать на реальность, а не тот, кто ходит, понимаете, с какой-то новостью из газетки. Вы читали в газетке новость, опровергли значит, Зимбардо. Прекрасно. Сейчас еще Павлова опровергниться, там масса есть идей. Павлов ошибался, я вам тебе скажу. Он вообще просто, он процессы возбуждения и торможения все на этом построил. Сейчас мы не видим их там в мозгу. Нет их так, как он описывал. Но он мог с собакой сделать все, что ему заблагорассудится и научил всех нас так поступать с собакой и не только с ней. Понимаете? Да, он может в какой-то момент где-то не так формулировать. Да, он где-то может упускать какие-то детали, потому что наука еще не может этого дать. Но он ухватывает феномен в реальности и это позволяет ему действовать. Это ученый. У нас сегодня в гостях Андрей Курпатов. Давайте еще раз поаплодируем за прекрасный диалог. Дорогие друзья, к сожалению, мы очень ограничены по времени, думаю, вы это уже поняли. Сейчас в Киеве